еще напишите пожалуйста почему мне никто не сказал что у меня орден и просто сыворотка не пилинг вот все кто знали и не сказали это на вашей совести ты гдык делаешь всем привет меня зовут Лера Зверева спасибо большое что перешли на это видео я очень надеюсь что оно вам понравится наконец таки программа овощевоз пожертвовала нам свой свет выражаем огромную благодарность так и все таки мы можем сливать опять в виде зачем я так сделала и так что я сегодня делаю то что вам обещала месяц назад наверное где-то ну ладно чуть меньше мы будем с вами тестить новиночку от Huda Beauty cool matte obsessions напомню или расскажу для тех кто не посмотрел мое предыдущее видео что эта палетка полностью матовых теней очень красивая серо-буро-малиновая нудово-розовая гамма я думаю она понравится очень многим да кстати у меня здесь сексуальный маникюр вот с акцентирую внимание чтобы больше на нем не акцентироваться конечно могу сделать вот это и так что мы видим мы видим девяточку стандартную от Huda Beauty текстура только матовая но единственное что я обращаю внимание что вот эти два оттенка они чем-то похожи на такую текстурированную стену штукатурочку сейчас я постараюсь показать близко очень надеюсь что видно то о чем я пытаюсь сказать я ничего почти не трогала так пару сводчиков делала для предыдущего видео кстати наверное их не вставила вот давайте посмотрим сводчи полноценные на эту палету к сожалению сам процесс нанесения сводчи мне не удалось снять точнее я сняла но это выглядит очень нереалистично и пересвечено в общем как мне кажется вот через телефон попросту на самом деле я подозреваю что никогда в жизни не буду делать кроме сегодня наверное полноценный макияж и только одной этой палеткой это балетка вспомогательность сто процентов так что давайте тыкать изучать текстурки постараюсь максимальное количество оттеночков нанести сегодня на глаза но что-то я так долго застряла на этой палетке кстати мне коробочка именно картонная она по ощущениям больше нравится ли такая soft touch чем сама палетка это странно такая будто бы была глянцевая и и покрыли матовым таким топом видно да ну красивая мне нравится очень люблю такой оттенок да про то что я показываю только палетку что еще мы сегодня тестировать купила вчера спонжик вот такого вот бренда не знаю наверняка он везде продается и потестирую еще кое-какие покупочки тоже здесь не все потому что я подбирала под примерно вот эту цветовую гамму вот этой палетки все что у меня новенького появилась берем наш высокоранговый крабик и делаем удобную причесочку у меня волосы еще немножко сырые можно подумать что мы куда-то собираемся на самом деле нет смотрю на лёшин делать вид что не слышит меня что меня не слушает и сейчас продолжаю делать вид сейчас не продолжает новой базы под тень у меня нет поэтому я возьму свой новый консилер от тарт консилер конечно же вообще ни разу не новый это хит легенд вообще это просто классика уже это топ-селлер или как он там называется бестселлер на сифоре и на многих других сайтах и вообще у бренда чем я видела как люди много раз вот так вот делали и все им нравилось мы тоже так сделаем беру наш новый спонжик почему наш это мой спонжик ты понимаешь спонжик уго нифига себе я пользовалась сразу два этим консилер а ну что-то я забыла что он такой такой сильный и предполагал конечно прикол так остаточки сразу нанесу во всякие проблемные места даже не знаю что вам сказать потому что я обычно припудриваю подбровное пространство каким-то таким белым беломолочным дело немножко розовым оттенком а тут на такое ощущение что очень сильно пигментацию этого оттенка он явно светлее чем этот да хотя вот я окошко в это смотрю и непонятно этот как будто бы просто чуть более глухой ладно я попробую куда мне не оставила шансов это оттенок под номером 7 о ладно это кисточка дурацкая я знаю она старая но я ее очень люблю и она очень жестко они на моем вроде не очень розово клево не делает такой старушачий глаз мне нравится какие-то у меня тени такие есть они прям вообще о очень таки шелковые приятные прикольно в жизни видно что немножко прозовели глаза я думаю ничего страшного все равно еще все выровняется я буду использовать более темные оттенки более насыщенные так и еще я как всегда конечно же не наношу тон будем проверять как сильно осыпаются тени такие новости далее я возьму оттеночек под номером 4 вот такой приглушенный бортовый назовем его так бургунди нет это такая ежевичка и вот сюда складочку будем сейчас проверять как легко тени стушевать на самом деле это очень хорошая мне кисть для тушевки там менли просто 34 уже много раз объясняла про ее форму она такая как идет на утолщение а потом на сужение за свеча это называется форма в общем она очень клёва вот особенно в этом месте у нее где ворсинки начинается короче перепад сильный они помогают тушевать оттеночки ну вот у меня же есть от худы аметист обсessions и мне кажется той палетки сколько и уже лет семь ну не моей а в принципе вышла палетку худы и формула конечно сильно отличается прям мягкие такие я вообще не стараюсь сейчас полосочек никаких я не вижу пятнышек каких-то которых я не хотела возьму-ка я и той же кистью сделаю себе затемнение улюбление складки шестым оттеночком аккуратненько его поменьше и пониже наношу сюда и будем поднимать те на самом деле судя по всему можно было даже тем же оттенком углубить вроде как они хорошо наслаиваются ладно на самом деле я не помню когда мне последний раз был чисто матовый макияж глаз я обожаю сияшки обожаю кремовые тени шиммерные люблю всякие дохромы да и матовые очень часто на мне невыгодно смотрятся потому что у меня уже устало что уже все это знают что у меня века опущенная боже опущенная так это каста тюремная что новейшее вот новейшее века в общем такое она любит покукситься пожмякаться поэтому конечно всегда стараюсь нанести что-то сюда блестящее ну вообще смотрите кстати какая классная комплиментарная получилась расцветочка к моим зеленым глазам калеша зацени короче такая ежевичная ягодная мне кажется растяжка получилось видно вам там что нибудь хорошее все супер чисто под конец я поправлю еще вот этот вот подбровный и в принципе посмешиваю еще между собой как-то эти растушевки пока что думаю остановлюсь на складки и нанесу на вот этот вот подвижная века какой-нибудь оттеночек какой же это будет оттеночек вот я думаю один из этих которые я подозреваю немножко отличаются по текстуре сейчас я потрогаю их да вроде и нет вроде просто матовые какие-то оттенки окей возьму получается второй нанесу от внутреннего уголка глаза к серединке да он набирается как немножко такой кремовый интересно нифига не будет видно очень светло интересно так ух ты да напомнили Maybelline Cover Tattoo кажется так тени назывались уху даже есть такой прикол что она кладет кремовые оттенки но мне кажется это не кремовые оттенки может быть написано на упаковке прикольно они походу реально кремовые и мы можно прям как крис делать вау круто освежающий такой оттеночек бледновато розовый но освежающий так даже наверное я его побольше на всякий случай нанесу а уже вот этот соседний будем идти от внешнего чтобы сильно не натемнеть как красиво вау и он мне не лежит каким-то пирожочком таким жирным очень нравится да это конечно высокорангово круто короче он какой-то кремовый но я надеюсь что он не будет скатываться как падла последняя и не нужно его где сильно там чем-то закреплять круто и еще я буду надеяться что этим кремовые там или а-ля кремовые не будут цеплять сухие тени и не будет такая грязь некрасивая ладно все хватит надежд наношу вот этот второй кремовый и третий по счету оттенок и наношу его на внешний уголок глаза блин может надо было с них начать конечно кто знает я впервые с такой какой-то полукремовой текстурой сталкиваюсь напишите если я все делаю неправильно вообще напишите пожалуйста почему мне никто не сказал что у меня орден рип просто сыворотка а не пилинг вот все кто знали и не сказали это на вашей совести думаю почему у меня лицо до конца не облазит это оказался не пилинг прикинь а тетка сказала в магазине что пилинг точнее там был ценник такой так я что-то не вижу этот второй оттенок если честно это вообще ни о чем видно там что-то или они так хорошо тушуются что вообще происходит или они так хорошо стушеваются или они очень сильно незначительно разные по оттенку но я почему-то не вижу разницы может такой свет а вот так вот так да я вижу какое-то затемнение а еще я вижу что я запечатала этим кремом свою складку надо возвращать цвет в складку да ощущаю какую-то такую опасность подвижности опасность отпечатываемости хочется почему-то закрепить эти кремовые тени но я этого делать не буду мы специально проверим все ли будет ок что мне удалось потестить раз два три четыре пять оттенков ого сейчас мы ненадолго переключимся с палетки на другие всякие делишки я буду носить тональный крем и тестировать тем самым спонжик что мне нужно спонжика чтобы он при мытье не задерживал в себе воду чтобы он был таким пористым чтобы он например вот так вот не рвался после первого использования как уже произошло у меня бывает ногти попадают туда и спонжик травмируется и чтобы вот эти поры имитировали в общем кожу человек из-за как это объяснить беру тональник от Эйлин у меня оттенок 05 light поиск это единственный тональный который остался у меня а нет не единственный так и быстренько наношу блин ну кстати он большой и поэтому удобно быстро распределить тоналочку чтобы потом уже работать детально он такой прям жесткий и я вот так сжимаю прям ощущаю физический дискомфорт это очень большую напряженность потому что если кажется если я его не буду крепко держать что он выпрыгнет очень упругий качаю руки тут ладно тут еще буду консилером проходить да тональник конечно немножко светловато он должен немножко подстроиться под меня пока что паниковать не буду так далее консилер тоже сейчас пропускаю потому что будем пытаться этим спонжиком распределить боже давай мы еще будем еще будет потому что будем пытаться распределить этим спонжиком скульптор кремовый вообще вы мне советовали на кисть его наносить он не такой податливый как старая формула но я что-то боюсь на спонжик лучше я его вот так вот сегодня ну вроде супер вроде норм надеюсь видно что я сразу так похудела и смиксую вот этой попкой там где есть тональник уберем немножко если где-то есть границы спрячем его подсотрем вроде ничего далее не показывала вам потому что было очень 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 сильно объевшиеся женщины не влезала в кадр ну короче я сняла видео но оно это видео не вышло строп крем от мак так что могу сказать я тестирую его уже три месяца и советую вам если вы любите легкое сияние взять его если вы любите сияние так как люблю его я чтобы сверкало и чтобы всем было понятно что на мне сегодня есть консилер ой хайлайтер то лучше возьмите как он ричглоу глэм 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 нет не глэм глэм как ему глаза будете добрый вечер глэм тач глэм тач это люкс визаж там есть который 101 вот он очень похож на вот это мне кажется люкс визаж вдохновлялись маковским хайлайтером но сделали что-то более сиящее более праздничное стоит ли того этих денежек ну наверное да если вы любите вот такое деликатное сияние я чаще использую уже реально просто как базу под хайлайтером продолжаю следить за тенями за тем как они себя ведут вроде бы ничего нигде не скаталось но чувствуется что они какие-то такие тепленькие это странное ощущение блин наверное это будет суперская база для какого-нибудь спаркла там от бернович или от каких-то других брендов в общем такие которые сухонькие окей ехаем дальше что еще я вам хочу показать я вам хочу показать свой новый карандаш для бровей я его вам показывала в предыдущем видео короче это бренд ловли он есть на всяких маркетплейсах по-моему называется full precision brow pencil оттенок опять забыла какой а это концерт концерт концерн виба да у них очень много таких всяких брендов короче нет оттенка амссори реально а где колбраун это карандаш вот такая иголочка автоматически очень тонкий со щёточкой щёточкой я обязательно воспользуюсь сейчас чтобы вычесать всякие остатки всякого всего ну и конечно чтобы расчесать брови да кстати я забыла отчитаться об осыпаниях их было не видно не заметила вот сейчас заметила только какую-то одну крошку я даже не могу дать гарантию что это были тени а не кусок моей брови вот так вот я уже смирилась с этими карандашами научилась ими пользоваться раньше их терпеть не могла мне казалось это очень долго очень нудно что они все сухие и слишком тонкие но жизнь заставила приручиться вот так вот это выглядит очень хороший красивый оценок и окончательно растушевываю я такой карандашик гелем для бровей на удивление у меня еще остался броу суперфикс я просто юзала вообще все свои средства для бровей какие только можно какие только были сейчас я отключу камеру потому что она перегрелась и за кадром растушую зафиксирую свои брови я думаю все знают это средство начала нанесить румяна потом вспомнила я же обещала нанести еще консилер мне прям здесь надо вот здесь прям надо в тоненьких местечках во всяких конечно же я фанатка консилера с 2010 года и у меня обязательно будут большие гигантские треугольники под глазами вот такая вот я блин прикольный аппликатор такой гигантский был такой у меня от лореаль вот все нравилось чик-чик-чик-чик-чик не знаю мне не показало что он что-то подсушивает или что-то такое еще плохое делает он не такой прям кремовый он вообще не жирный это просто как такая красочка что ли он прям очень сильно освежает осветляет надо его прям очень хорошо тушевать и не помню кстати по моему он еще немножко окисляется да еще я не помню было ли такое чтобы я его ничем не фиксировал вот сейчас я не буду его ничем фиксировать и тоже посмотрим что из этого получится так хайлайтер на месте все а вот теперь я нанесу румяна наношу так немножко с коррекцией это вот эти мои любимые румяна которых у меня была не одна банка 18 или 14 никогда не помню от люкс визаж всегда пишу в описании кстати обязательно заглядывайте в описании ой дальше я хотела показать вам подводку от golden rose я уже один раз ее наносила подводка хорошая но не стойкая ну то есть она она несмотря на то что это не кисточка а это такой мягкий подвижный хвостик она нормально носится тоненько носится но она смывается буквально одной слезой ну то есть очень легко даже водой смывается не хочу сейчас на ночь глядя мучить свои глаза наверное я скажу так не хочу вам ее даже рекомендовать ну все что у нас остались губья и ресницы правильно правильно а нет я вам хочу дать апдейт я обнаружила пока оставала камера что во первых да эти два оттенка официально кремовые а во вторых все вот тут вор где у меня огромная складка они короче отошли видно да расползлись так что их в любом случае база прикольная но их в любом случае закрепляем еще сейчас накрасим нижнее веко хочу сделать очень мне кажется какой-то странный выбор вообще что здесь делать этот оттенок непонятно он похож на теплый по сравнению со всеми этими оттенками ну ничего мы вот этот вот теракоттовый чуть не сказала терактовый нанесем на внешнюю часть нижнего века может и прикольно получится в любом случае мне кажется не дурачки создавали эту палетку все должно гармонировать и вот так вижу глазом своим что тени летят но при этом я их не вижу под глазами да прикольное сочетание тоже оттенок очень подходящий под цвет моих глаз контрастирующий с красной ноткой и возьму вот этот оттенок и нанесу его от середины нижнего века к внутреннему уголку глаза его как бы вот той же кисточки как бы смешиваю с предыдущим делаем переход хоба хоба совсем чуть несмотря на то что вот этот оттенок светлый под номером восемь он прям очень пигментированный хоп два касания и вот этот оттенок кстати посыпался посыпался и я нормально спокойно его смела ну прям не знаю мне же не кажется по сравнению с верхнюю века нижняя кажется очень теплым очень странно так и делаю то что никогда не делала такая интриггера беру матовый оттенок и наношу его во внутренний уголок глаза вот этот пятый и получится что мы с вами использовали восемь оттенков из девяти но разве это не чудо боюсь конечно что он темнее чем тот тенок который у меня под бровью странно немножко но в целом гармонично мне кстати как мне кажется по моему мнению цветной внутренний уголок не идет ну пусть будет не знаю не думаю что я бы так куда-то пошла необычный макияж получился отлично что первое впечатление по палетке все очень сильно нравится хорошо что мы с вами потестировали в следующий раз не буду я этот кремовый оттенок оставлять незакрепленным надеюсь нанося на него сверху что-то не получится такой бутербродик который тоже посыпется и надеюсь что то бывает тоже что закрепи что-то такое кремовое а оно все равно поползет даже под закреплением вот надеюсь не поползет оттенки хорошие пигментированные обратите внимание как все хорошо формула очень понравилось все такое мягенькое все тушуется друг с друга короче левой и задней ногой можно ими пользоваться на каждый день но супер я даже мне кажется нанесла как вечерний макияж это мои личные проблемы у меня же нет этой границы что ж надо чтобы глаза не выглядели такими болезненными обрамить ресничками я взяла вот такую утро космическую как она называется Cosmic Black версию Sky High от Maybelline мне очень понравилась оригинальная версия и я решила повторить потому что моей туши уже вот три месяца которой я пользовалась и она уже устала эта тушь хотя она мне очень понравилась тоже не смогла я вам показать называется Fun Volume от Luxe Visage просто еще раз употреблю это слово высокоранговейшая упаковка очень необычная кисть набирает правда очень много туши в общем-то в этом ее фишка да что она делает такой прям объем у нее короткая кисточка раза в два меньше этой в общем может с первого раза не понравится но потом будет вашей лучшей подружкой так что если вам не доставит труда ее достать у вас есть магазин белорусской косметики смело пробуйте так я уже забыла как пользоваться такой длинной такой широкой кистью так что она мне не очень нравится эта тушь не знаю фубия как-то мне та которая серобурмалиновая больше нравилась как будто бы это склеивать что ли ресницы и делает такие столбики отдельные ну конечно удлиняет удлиняет короче нет какой-то такой пышности что ли выглядит как такой очень редкий заборчик а мне нравится когда забор такой более частый все завершим наш макияж сегодняшний конечно же помады от худо бьюти это же тоже просто бич ютуба сколько уже этой помаде лет одна из номера самых первых матовых помад у меня оттенок называется перфекционист напомню что покупала ее в наборе сифора фавс оттенок в тюбике кажется более мерзким чем оттенок на губах сейчас я вам это покажу возьму карандашик от пинап в оттенке 206 обрисую контур губ что я помню про эту помаду тоже уже 2-3 раза наносила хорошо она держится не помню продержалась ли она после еды и всяких выпивок потому что я себя в тот день не помню я точно помню что она набирает это аппликатора этот аппликатор набирает очень много помады и нужно прям сцеживать вот по формуле очень напомнила релы и комплименты сейчас она будет постепенно засыхать и в конце концов будет видно разницу между моими губами и между помадой такая помада если вы очень скучали по тем классным временам что-то еще я про нее вспомнила и уже забыла вот схватывается она достаточно быстро вот она уже не сказать что зафиксировалась но она уже соматировалась оттенок очень прикольный тоже такой тепло-холодный какой-то розовый розово какой-то оттенок Леша ты не знаешь какой-то такой вот прям розовый именно как розы есть такие мне кажется такой оттенок розы очень красивый припыленные и так нам снова пришлось прерваться потому что камера перегрелась в общем красивый такой лепестково-розовый оттенок припыленный и давайте проверим насколько она оставляет и не оставляет следы или не оставляет вот ничего нет а ну вот немножко по краям не подсохла но в целом задача у меня была все равно не такая хотела вам показать еще одну вещицу блеск не блеск это бальзам попрошу от rare beauty в оттенке милый натурал или нейтрал хз в общем это такая жишка с короче как бы блеск прозрачный с пигментом тоже показывала в предыдущем видео какая странная у него пигментация не однообразная но на губах этого не видно то что мы сделаем просто модные блестящие губки вот так очень прикольный аппликатор бальзам от rare beauty в отличие от хода из этого десятилетия поэтому наверное он меня больше радует сияет очень красиво прям как будто бы я силиконщица какая-то все распускаю свои мокрые волосы мокрая девочка сохнет желает вам хорошего дня очень надеется что вы поставили пальчик вверх этому видео обязательно оставили комментарий и вообще вы уже давно подписаны на меня вот пишите что думаете мне кажется очень хороший у меня был заход в этом месяце это вообще еще не все что мне удалось купить ну ничего теперь у нас есть свет будем видеть с вами регулярно обязательно пишите ваши вопросы ваши запросы какие видео вы хотите видеть в общем всем спасибо большое и всем пока